Добрый день, дорогие друзья! — Здравствуйте, Николай! Вот такое отступление небольшое. — Здравствуйте, прекрасно! Добрый день всем! — Я не буду вас спрашивать о бразильских приключениях, о которых вы рассказывали много раз, о том, что вы в детстве ковыряли в стене и вам повесили карту географии, и после этого вы начали увлекаться именно ей, и, видимо, с этим связаны ваши потом призвания и работа. — Это правда, это правда, да. — То есть, я думаю, это будет не секрет, да, и об этом много раз говорили. А вот о чем я хотел с вами поговорить, и это, в первую очередь, конечно, о путешествиях вообще. Как таковых, человек, сидящий за рулем, очень много путешествовал, вы. И у вас даже 40, какой-то 41 автомобиль, 40 автомобилей было, 40... — 41 автомобиль, да. — 41 автомобиль, да. — И вы помните, на каком первом автомобиле куда ездили? Давайте-ка с этого начнем, эксорс. Самое дальнее путешествие на первом автомобиле. — Нет, ну так тоже нельзя. — Как нельзя? — Ну, потому что первый автомобиль, как бы, это «Жигули», первая модель. — А что, на ней нельзя ездить, Николай? — Ну, я был же студентом, как бы папа попал в аварию с мамой. — Неприятная история. — Тяжелая, да. Но они, в общем, выкарабкались. Это было на Украине, в местечке Бровары под Киевом. Но машину я у них, собственно, забрал, отремонтировал. Ну и был тут одним из немногих в институте на географическом факультете, у кого был автомобиль. А, собственно, может быть, я был единственным. — Да вы же для всех девушек. — Это отдельный разговор. — Как? Это не отдельный? — Это не для эфира. — Машину, давайте, а почему нет? — Белый «Жигуленок», конечно, черный дипломат. Это замечательно. У меня был еще такой выдвигающийся магнитофон, который так вот на салазках. — Ой, на салазках. — Ну, это точно не самое интересное. А вот о чем мы с вами говорили, и это, наверное, правильно сделать такое до беседы, да, чтобы всем было интересно, это поспорить о том, что я считаю, что путешествие на машине по нашей стране с точки зрения восприятия ощущений и получения положительных эмоций ничем не отличается, а может быть, даже и превалирует от путешествия, чем путешествовать, например, по Европе. Я докажу. — Давайте, вот смотрите, Европа достаточно мала по размерам, правильно? — Ну, что-нибудь проще. — Относительно России. — Ну, подождите. — Нет, нет, нет. — Вы не даете мне высказаться, Николай. — Я же географ по отношению к России, да. Но если мы говорим о обитаемой части России, то очень сравнимо, извините меня. — Мы же говорим о путешествии вообще, а не о том, чтобы увидеть людей, которые обитают какую-то часть территории России. — Я не перебиваю отсюда. — Вот представьте, да, сколько может получить человек впечатлений от первого раза, если он проедет расстояние от Москвы до Португалии, да, до столицы. — До Лиссабона. — Да, Лиссабона, да, то есть от одной столицы Востока до столицы, до крайней точки, ну, грубо говоря. Мы можем проехать, взять несколько маршрутов через, допустим, Венгрию и так далее, туда дойти, до Австрии, Италии, Испании привернуть, поехать и выше, да, до Франции. — Договорите, да. — Все, проехали, побывали в 12-15, ну, можем еще заехать в Венилюк, с три страны сразу охватить. То есть, представляете, да, разные народы, разные языки, разные предания, разные сказания, разные традиции, правильно? У нас тоже много стран, то есть много традиций, много миллионных, много конфиденционных стран. Подождите. — Я молчу, я слушаю. — Но дороги, я же в первую очередь с вами начал спорить по поводу комфорта передвижения, инфраструктур, которые существуют и существовали в поездках за рубежом, единственную препону, я вижу в данной ситуации, в которой я с вами спорить точно не буду, это проезд российской границы за рубеж. — Это, наверное, не самое простое. — Все остальное, касающееся передвижения там, на автомобиле, мы же говорим про автомобиль, это заправки, качество бензина. — Да-да-да, на вкус особенно. — Слушайте, какой водитель не поправил бензин? — Не то слово. — И впечатлений массу. Везде есть сервисы, где тебе любую резину, тем более, что большинство сейчас российских автолюбителей ездят на иномарках. — Правильно? — Ну, не большинство, на самом деле, это в Москве большинство. — Мы же говорим про сейчас путешествие из Москвы в любую точку. — В любую точку, да. — Вижу плюсы. — Комфорт. — Так, комфорт раз. — Организованность проезда. — Что такое организованность проезда? — Это, включая заправки. — То есть заправки, бензин. — Мотель. — Мотель, так, мотель. — Дороги. — Дороги, ну это бы уже сказали. — Ну, дороги. — Так, дороги. — Все. — Дороги, дороги, дороги. — Да, дороги, дороги, дороги. — То все опирается в дороге. — Мы же за рулем. — Мы же за рулем, все опирается в дороге. — Так, хорошо, дадите слово. Значит, вы сказали, что там три с лишним тысячи километров от Москвы до Лиссабона. — И давайте в другой сторону, да? — А можно, да, и проехать через север, через Польшу. Давайте через Бенилюкс, через север Франции, потом мы опускаемся на юг, вдоль Бискайского залива, к Испании, Португалию. Потом мы хотим по-другому поехать. Мы хотим через Испанию, потом через Швейцарию, Италию. — По-часовой, противо-часовой, да. Как хотите. Потом через Австрию, Балканы, там, Чехию, понятно, да. Хотим Германию так и сяк, да. Не то слово. И, собственно, все. Вот, собственно, все. Объясню. — Подождите, сколько стран мы проехали? Давайте вот каратей. — Значит, в Европе там 40 стран. У нас в России 85 субъектов федерации. О чем вы вообще говорите? О чем вы говорите? В каждой стране, допустим, в Германии, округи, в Крайс, да, знаете, сколько округов там, если мы так будем считать, делить Испанию, на части, Италию, на части, Сорминию. — У нас тоже есть районы. И муниципальные образования. Значит, вы тут со мной не спорьте. — Как? — Я хочу сказать так. — Они глобально 40 стран, а нас вы делите как субъект. — Нет, никто же. Мы не будем доводить наш спор до абсурда. Понятно, что, наверное, если у тебя есть возможность, у любого человека, путешествовать за границей, много времени, много денег, то, наверное, это очень интересно и здорово. И вообще надо не в Европу ехать, может быть, надо ехать в Африку, а еще лучше лететь в Южную Америку, брать там машину, ехать по американским шоссе от Аляски до Огненной Земли. Мы сейчас не об этом. Мы о том, что если у вас, А, все-таки ограничен бюджет, Б, нет многомесячной визы, В, вы не знаете иностранного языка, и вообще в нашей стране вы не были, то есть о чем сравнивать. Значит, давайте про дороги. Начнем с дорог. — Ну, мы же про автомобильные говорим. — Конечно, если вы едете по автобану, встали и поехали, то страну вы не увидите, ну, никакую. Едете со скоростью 140-150 метров в час, ну и как? Смысл путешествия — это маленькие дорожки. — Ну, а кто мешает с автобана свернуть? Это же не железная дорога. — Правильно, но тогда теряет смысл вот это абсолютное превосходство автобана над нашими дорогами. Послушайте, если вы едете по автобану со скоростью 160 или сколько там, кстати, в разных странах тоже существует ограничение. — Да, ограничение, и там есть по полосам ограничения. — По полосам ограничения, как бы эти надписи на чужих языках, на голландском, на венгерском. — Николай, вы же знаете язык, что вы говорите? — Венгерский я знаю, сэр Эклик, кстати. Знаете, что такое? — Нет. — Я тебя люблю. — Это ничем не отличается от нашей скоростной трассы Москва-Санкт-Петербург, которая позволяет быстро... — Вы взяли лучший образец, и вот это вот наша совковая, самое лучшее мы показываем, как портос. — А я против того, чтобы ездить по автострадам, против этого. И даже то путешествие, которое я планирую совершить, я вас, кстати, приглашаю в ИБ. — Я за. — В ИБ. — Вот, я думаю, что наши... — Мы же говорили про ИБ. — Мы говорили про ИБ. — Это этнокультурное село в Коми-Республике, Финно-Угорская республика, и там Финно-Угорский центр с музеем. Туда можно добраться через... — Вот видите, даже говорите, добраться, не доехать, а добраться. — Николай. — Доехать. Слово-то красивое. — Добраться. — Добраться — это значит ползком. — Нет, добраться от слова «добро». — Ах, вот такой трактировый. — От слова «ся» нет. — Братца. — Да. — От слова либо «братцы», либо «добро». — Николай. — Так вот. — Вы лукавите. — Дороги вполне нормальные. — Вполне... — Для какого автомобиля, давайте так? — Для любого. — Нет. — Значит, Москва, Ярославль, Вологда, Тотьма, Великий Устюг, Сольвачи-Котла, Сольвачи-Годск, Коряжма, Иб. Там везде прекрасный асфальт. — Обратно едем через Слободской, Киров-Вятку, Котельнич, потом едем в Кострому, спускаемся в Кинишму, опускаемся на юг, допустим, в Иваново. — Суздаль, Владимир. У нас потрясающий маршрут, ничем не уступающим Золотому кольцу, с очень хорошей дорогой, с очень красивыми, необычными, самобытными городами, с прекрасными заправками и с абсолютно нормальным, дешевым, по сравнению с Европой, бензином. — Да вы сказочник, Николай. — С фантастической едой, которая, как только вы проголодались, хотите здесь русскую еду, пожалуйста, хотите... — Шаурму, пожалуйста, из непонятно чего, пожалуйста. — Ну, перестаньте. Во-первых, это точно, если вы говорите из непонятно чего, только она такая же в точности и в Европе. Значит, единственное, что в Европе, даже туалеты, извините меня, мы уже... Мы не говорим про 90-е годы, о чем мы с вами начинали до эфира, что в 90-е годы, да, было гораздо хуже. У нас был такой не готовый к приему автотуристов, ну что ли, дорожный сервис. Сейчас и мотели, и отели, хочешь за тысячу рублей, хочешь за пять, хочешь за три, хочешь за десять. Но для абсолютного... Понимаете, мы должны с вами сейчас рассуждать, не для нас с вами, которые, во-первых, уже много где были, и нас в Ликут. — Так есть чем сравнить? — Так я, который был, и, простите, и в Бразилии, и в Вьетнаме, и в Африке, и в Америке, да. — А я был в Хабаровске, и в Комсомольске на Амуре. — Я был в Хабаровске, и в Биробиджане был. — А в городе Солнечногорске вы были? — В Солнечногорске, в том Солнечногорске, и в нашем Солнечногорске. — В нашем, который под Комсомольском на Амуре? — Нет, он не был. Когда вы мне говорите, что надо поехать из Москвы, можно поехать из Москвы в Лиссабон, а дальше что? Дальше океан, и кончилась дорога. А у нас из Москвы тоже расстояние на восток Лиссабона, это мы только Урал пересечем. — Нам еще Сибирь, нам еще Байкал, нам еще Забайкалия, и нам еще до Тихого океана, не знаем, сколько ехать, вот пусть люди наши стремятся и хотят поехать хотя бы в Владивосток. — Кстати, вот у меня мечта, и пусть, может быть, кто-то из эфира мне просто подскажет, как это сделать. Просто очень хочется проехать на машине из Владивостока до Иркут, до Байкала, или от Байкала до Владивостока. Просто проехать этой дорогой. Но так, чтобы не на своей машине туда-сюда ехать, а так, чтобы прилететь в одну точку и сделать этот маршрут один раз. — Ага, без возврата. — Ну, без возврата, да. То есть проехать, получить эти ощущения, впечатления, вот эту красоту природы, там, я не знаю, людей, я не знаю, все. Да, может быть, дорога там не автобана, она не нужна там автобанам, она должна быть с приключениями. — Приключениями какими, рода? — Даже если вы проколете колесо, в этом тоже что-то. Кстати, колесо прокалываешь, поверьте мне, и вы... — Что в этом хорошего? — Лучше бы оно не кололось. Ну, ничего страшного. — А если два? — А для чего вам запаска? Тогда пусть иномарки будут без запасок. Зачем у них там запаски? — Ну, скажите, зачем там запаски? Зачем там домкрат? — Это по-техническому вы обязаны возить с собой запаску? — Секундочку. Если я проколол... — При любом осмотре у вас должна быть запаска? — Нет, естественно, должно быть. Но если следовать вашей логике, то они там вообще не должны быть, потому что там этого не может случиться. — Нет, в любом случае, везде случается. Гаварии там бывают. — Можете себе представить, что... Вот я был как тут в Андорре, ну, несколько лет назад. И там прямо вот на единственной дороге, которая из Андорра до Лавеллы ведет в Испанию, авария, машина в машину. Посмотрите, как это обидно. В Андорре попасть в аварию. Как же так-то, а? — По-моему, обидно все в Новый год попасть в аварию. — Ну, мы вообще... — Да, бывает. Так я продолжу. — Значит, каким образом проехать из Владивостока до Байкала, взять машину на прокат или договориться купить и продать? Вот каким образом? Как это? — Это вы мне вопрос задаете? — Я задаю вам. — В Владивостоке, вы же знаете, да? В Владивостоке большинство машин праворульных. — Я готов на праворульной машине проехать. Но если я ее там возьму, то и приеду. То есть я могу ее там купить, приехать. — А вы верите, что вы вот так вот будете спокойно ехать? — Ну, я, может, не один возьму друзей своих. — Я уже сейчас буду говорить о другом комфорте. И вас не будут останавливать местные работники ДПС, увидев номера вашего замечательного города, обязательно с вас чего-нибудь возьмут. Просто так вы не проедете. — Почему нет? — Если, конечно, у вас нет ксивой, допустим. — Объясню вам. — Значит, во-первых, мы очень много нарушаем. Во-вторых, работники ДПС... — Нарушаем. — Ну, что мы нарушаем? — Скоростной режим мы нарушаем, нарушаем. Правила остановки парковки нарушаем, нарушаем. Перекресток. Вот я тут у вас из замечательного окошка посмотрел на чудесный вид города Москвы, где перекресток разлинован такой оранжевой красочкой, что там нельзя парковаться. — Ни секунды нету места, чтобы не стояла машина. — Но мы не про это. — Вот вы сейчас не о том. Мы сейчас не о парковке. Я говорю, вот вы едете по трассе, даже вот сейчас поедете в Сочи, и вас сразу четыре... — А я в Сочи поеду? — Нет, ну я говорю, если вы поедете. — А, если поеду. Да-да-да. — Туда дорога хорошая. Про хорошую дорогу, да? Вот я знаю, что там хорошая дорога, абсолютно точно. А вот то, что до Владимира хорошая дорога, я не уверен. — Владимир не очень хороший, там вот светофоров, да, но она как бы, ну так, ну пока мы еще... — А вы говорите путешествия. Какие путешествия у человека, сидящего за рулем, который... — Мы с вами перескакиваем. Значит, давайте так. — Вы сейчас про Байкал. — Про ДПС. — И про ДПС. — Да, значит, надо подойти к сотруднику ДПС. Они люди все. Они люди. — И у них у всех семья, они говорят. Они говорят, у меня семья большая. Вы-то путешествуете, значит, у вас есть деньги. — Но, в принципе, во-первых, брать стали меньше. — Что вы говорите? — Меньше, меньше. Я что много езжу. — То есть, больше платят налогов. — Меньше стали. — А во-вторых, ну как-то можно с ними объясниться. — Как? Ну вот как вы будете объясняться, если вы не сотрудник каких-нибудь органов? — Ну, хорошо, да. — Или известное медийное лицо? — Вы меня... Во-первых, я могу сказать, что я известное медийное лицо. — Вот, Николай, видите? Опять русский человек всегда ищет... — Ну, это ничего страшного. — Ничего страшного. — А в Испании или в Америке человека даже пьющего, который известный... — Известный остановит... — Легко. — Я против, я лучше с нашими договорюсь, я не хочу... — И все-таки даже приятно посмотреть, постоять с ним. — Товарищ капитан, ну что вы, я не знаю, ну я еду, путешествую, видите, друзья тут, дети, вон это... Я не пью, а пью. Кстати, я не пью. — И я не пью. — Вот, видите? — И что дальше? — За это меня уличить очень сложно. — Так почему начинаете с алкоголя? Давайте мы с другого, Николай. Мы же все про то, что, к сожалению, вот вы говорите, опять же, наверное, меня, вы же сами со мной согласны, наверное, меня могут остановить. — И что? — Ну, остановит. — Ну, надо пообщаться с людьми. — Причина не того, что вы нарушили. — Вот я с вами общаюсь, вот я же люблю с вами общаться. — Николай, взаимно, мне очень интересно говорить, я думаю, мы говорили бы часами. Просто к тому, что вот тема, на мой взгляд, пусть наши зрители потом нас рассудят и напишут в комментариях, кто согласен с моим мнением, что все-таки не все сделано. — Конечно, не все. — А где это все? Конечно, не все. А что вы думаете? Конечно, не все. Вот едешь по маленьким дорожкам в Европе, во-первых, везде круговое движение, невозможно. Везде лежачий полицейский. В городах 40 метров в час. — Да. — Ну и что? — Я считаю, это правильно. В городах, да. — Да это же... — А вы не представляете, у нас во дворе носятся машины, не дай бог ребенок выскочить. — Не, подожди. — Не дай бог, а вы говорите. — Частный случай мы не... — Это не частный случай. — Сколько у нас наездов? Иду по пешеходным переходам. Я вот сколько раз просто отскакивал. Я водитель, да? — Да. — С 40-летним стажем. — А мне кажется, стали гораздо у нас... — Ничего подобного. — Водители интеллигентнее. — Ничего подобного. — Это вам кажется. — Нет, я... — Это иллюзия. — Никакая не иллюзия. Вы сейчас... Вы на чем приехали сюда? — Я? — На метро? — Пешком. — Пешком. А я на машине. — Так. — И я сегодня не заметил, чтобы кто-нибудь подрезал. Очень все вежливо. Из ряда в ряд пешеходов пропускаю, я пропускаю, меня пропускаю. — А вот у нас на улице частенько приходится лавировать... — Это на какой улице? — На Монтулинской улице. Очень часто, где нет светофора, а пешеходные переходы... — Значит, дорогие, не надо ездить путешествие через Монтулинскую улицу. Мы ее объедем. — То есть маршрут... — В целом, красоты, которые может для автолюбителя предложить Россия, они точно сравнимы с красотами во всех других... Единственное, чего у нас нету, чего у нас нету, это очень комфортного в течение круглого года теплого моря. — Вот, еще хотел... — Еще погода. К сожалению, наши климатические зоны не совсем позволяют передвигаться все время. — Можете себе представить, вы едете, и у вас... — На летней резине? — Нет, нет, во-первых, резину надо менять, но вот это ощущение белой дороги, не асфальтированной, которая полита, а именно той, не на автобане, а которая покрыта примятым снегом, и вот этот хруст, вы правильно сказали, прям вот я его сейчас услышал, как будто вы, ну, не знаю, сани, не сани, это ни с чем не сравнимо. Это несравнимо ни с Европой, ни с морем, это особую радость, которую можно только у нас увидеть, да. — Да, зимой, кстати, в общем, сегодня прекрасный день солнечный, да? — Осенний. — Осенний, да. Но зимой тоже бывают такие дни, да, когда голубое небо и солнце, и лучи, и когда такая погода, то в такую погоду надо вырывать ее из рабочих будней и пытаться куда-нибудь уехать. Причем, если вы сочетаете путешествие вот дороги этой вот извилистой, не автобанной, или как ее там, не такой скоростной, с красивыми маленькими, извините, городками, такими малыми историческими нашими, или деревнями с циркушками и с деревянными домиками, то это, ну, невозможная красота. Это я просто по себе. Я же не могу говорить с других, кто-то вообще любит в Монте-Карло сидеть все время или в Лас-Вегасе. — Нет, ну, это уже... — А некоторые есть, вот у меня вот есть близкие друзья, вот, ну, на пляже полежать и вообще никуда не ходить. Я их понимаю тоже, но как бы я... — Это тоже свой рода отпуск, свой отдых, релаксация. — По слову, да, но тут не нужна, понимаете, ни машина, ничего, прилетел и лег. — Понимаете? — Каждому свое. — Да? — Каждому свое. — Вот такая беседа получилась сегодня с Николаем Рогозьим. — Ой. — С Николаем Рогозьим. — Ой, заговорил мне Николай. Желаю... — С Николаем Рогинским. — Нет, ты понял. Я желаю Николаю Рогинскому также доказывать всегда свою правоту. — Ну, так я вам доказал? Удалось это доказать? — Ну, практически. Я постараюсь проехать по этому маршруту, который вы мне предложили. — Да-да-да, но мы можем как-то его даже совместить. — Давайте попробуем, давайте попробуем, давайте, Николай Рогинский, мы с вами попробуем это сделать. — Хорошо, спасибо большое. — Удачи нам всем. — Спасибо. 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 Продолжение следует...